Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 904-го дня войны, четверга, 15 августа. Вот главное. Спасибо за точные, умелые и эффективные удары по российским аэродромам. Владимир Зеленский заявляет, что Киев достиг стратегических целей. В Курской области тем временем создана первая украинская комендатура. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области, принимала решение о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на всей территории Белгородской области. В Белгородской области режим чрезвычайной ситуации повысили до федерального уровня. Мы видели, что некоторые российские подразделения перенаправляются с операций в и вокруг Украины в район Курска. В США на фоне операции в Курске задумались о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия. Сумма перевода, который Карелина сделала в день начала полномасштабного вторжения, составила около 52 долларов. 12 лет колонии за донат Украине в России вынесли приговор гражданке США и России Ксении Карелиной. Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». Начинаем, как всегда, с небольшой военной сводки об обстрелах. Киев в ночь на четверг подвергся атаке ударными дронами. В результате падения их обломков повреждения получили 4 частных дома и 1 машина. В целом российские военные в ночь на 15 августа атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 29 ударными беспилотниками «Шахет». В Херсоне от удара дрона погибли двое волонтеров. Они подверглись атаке, когда разливали бесплатную воду местным жителям. Атаки на волонтеров в Херсоне происходят в последнее время регулярно. В Харьковской области под обстрелом оказался Купинский район. Там разрушен объект логистической инфраструктуры, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. Кроме того, было обстреляно село Казачья Лопань. Сгорел частный дом. Взрывы снова звучали в четверг и в Сумах. Этот город ежедневно подвергается массированным обстрелам. Жительница Сумской области Светлана Кравченко рассказывает агентству «Рейтер», как российская атака разрушила ее дом накануне. Мы ничего не слышали. Произошел удар, нас засыпало стеклом. Стены снесло. Мы еле выбрались. Это было чудо. Мы были раздеты и босиком. Мама в больнице. Мне зашили ноги. Слава Богу, мы живы. Жительница Сумской области Светлана Кравченко. Российские военные сейчас активизировались на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил спикер оперативной группировки войск «Таврия» капитан Дмитрий Лиховый в эфире национального телемарафона. По его словам, на этом направлении всегда происходит очень много штурмов. Однако сейчас их стало заметно больше. По его словам, россияне наносят артиллерийские удары, а также сбрасывают с дронов боеприпасы с зажигательными веществами. В результате возникают пожары и становится очень сложно удержать позиции. Украинским военным приходится перемещаться. При этом Лиховый отметил, что в целом резких изменений в тактике, составе войск и характере действий российских военных в последние дни отмечено не было. В то же время в Донецкой области россияне захватывают все новые территории. Об этом пишет сегодня издание «Политику». В то время как успехи неожиданной Курской операции подняли боевой дух Киева, российские военные наносят ответные удары, отмечают авторы публикации. Журналисты пишут, что с началом Курской операции ситуация на отдельных участках фронта в Украине не улучшилась, а ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят, цитирует «Политику» спикера 110-й отдельной механизированной бригады. Издание напоминает, что, согласно данным Дипстейт, за минувшие сутки Россия оккупировала села Желанная и Орловка, а также продвинулась в направлении Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки в Донецкой области. Между тем, на территории Курской области Украина создала первую военную комендатуру, которую возглавил генерал-майор Эдуард Маскалев. Об этом на заседании Ставки президенту Владимиру Зеленскому доложил главнокомандующий ВСО Александр Сырский. Он также сказал, что с начала наступления в Курской области украинские военные взяли под контроль 82 населенных пункта и более тысячи квадратных километров территории. Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, в Курской области были взяты в плен 102 российских военных. В СБУ отмечают, что это самое массовое взятие противника в плен, которое удалось провести за один раз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла в Курской области своей стратегической цели. Я хочу поблагодарить всех наших воинов, а также членов Сил обороны Украины, военной разведки Украины и всех задействованных структур. Спасибо за точные, умелые и эффективные удары по российским аэродромам. Президент Украины Владимир Зеленский. Аналитики Института изучения войны считают, что украинские операции в Курской области довольно серьезно влияют на оборону, логистику и безопасность в России. Как именно, расскажет Алекс Григорьев. Военные аналитики отмечают, что продвижение украинских войск Курской области в последние дни несколько замедлилось. При этом российские силы явно обеспокоены происходящим и пытаются защитить важные магистрали, чтобы помешать украинским маневрам. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, собранные компанией «Макс-Ар» в начале этой недели. Так, на снимках, сделанных 12 и 13 августа к югу от Львова, видны недавно выкопанные полевые укрепления, в том числе траншеи и противотанковые рвы. Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километров к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области. Аналитики делают вывод о том, что российские силы, вероятно, обеспокоены быстрым механизированным продвижением украинцев на север Курской области. Операция Украины в этом российском регионе также влияет и на материально-техническое обеспечение российской железной дороги. Ранее появились сообщения о том, что движение поездов со всех вокзалов Белорусской железной дороги на станции Орловско-Курской ветки Московской железной дороги с 12 августа прекращается. Как сказано, цитата, в связи с масштабной оперативной переброской войск в направлении Курской области движением грузовых поездов военного назначения. Российское правительство тем временем продолжает вербовать военнослужащих для поддержки операции в Курской области. А на сайте российского сервиса Авито за последний день появилось более 30 вакансий строителей окопов, дотов и противотанковых сооружений в Курской области. За смену платят от 7 тысяч рублей, сообщает русская служба Би-Би-Си. Алекс Григорьев о выводах аналитиков Института изучения войны. Напомню, что в Курской области сейчас действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В четверг точно такой же режим ввели и в Белгородской области. Его повысили с регионального до федерального уровня. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области при решении о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на все территории Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жители приграничных районов Курской и Белгородской областей покидают свои дома на фоне наступления Вооруженных сил Украины. Ранее эвакуация была объявлена в Большесолдатском, Кореневском и Суджанском районах Курской области. А накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил о принудительной эвакуации еще и жителей Глушковского района, который граничит с Украиной. Украина, в свою очередь, прорабатывает организацию гуманитарного коридора для гражданских с территории Курской области. Об этом заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, есть возможность организовать гуманитарный коридор в сторону России, однако при условии официального запроса с российской стороны. Сейчас такого запроса пока не поступало, написала Верещук. Ну а пока местным жителям помогают волонтеры, рассказал агентство Associated Press, волонтер российского Красного Креста Кирилл. Узнавать у граждан, нужна ли им какая-то гуманитарная помощь, помогать им записываться, и плюс мы помогаем в поиске пропавших, то есть записываем на заявки, чтобы люди могли найти пропавших родственников во время эвакуации. Волонтер Кирилл о помощи жителям Курской области. Напомню, на прошлой неделе независимое издание «Верстка» писало, что помощь местным жителям в основном ложится на плечи волонтеров, так как власти помогать не спешат. Ранее Владимир Путин пообещал жителям Курской области, покинувшим свои дома из-за боевых действий, по 10 тысяч рублей. Украинские войска могли задействовать во время наступления на территории Курской области британские танки Challenger 2. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. Если это действительно так, это первый случай, когда британские танки используются украинскими военными в бою на территории России. Министерство обороны Великобритании, как и вооруженные силы Украины, от комментариев на эту тему отказываются. В то же время Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России. Это соответствует правительственной политике. Напомню, ранее газета Times сообщала, что бывший министр обороны Бен Уоллес рассказал, как во время своего пребывания в этой должности давал разрешение Украине поражать цели на территории России, используя, цитата, «любое оружие, которое ей было предоставлено, за исключением крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow». В то же время администрация президента США Джо Байдена открыта для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия. Это даст истребителям F-16 больше боевой мощи. Издание «Политику» отмечает, что информация о готовности Белого дома предоставить Украине ракеты класса «Воздух-Земля» появилась на фоне наземной операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Окончательное решение об отправке ракеты еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, они сейчас работают над сложными деталями. Координатор по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби отметил определенную эффективность операции Киева в Курской области. Мы видели, что некоторые российские подразделения перенаправляются с операций в и вокруг Украины в район Курска. Однако это лишь первое сообщение, которое мы видели. Я не могу с уверенностью сказать, сколько именно частей отправлено или будет отправлено, и каковы их намерения, но мы начали замечать, что некоторые российские подразделения перебрасываются в район Курска. В последние дни мы не видели и не слышали никакой эскалационной риторики, особенно в отношении ядерного оружия, и не сталкивались с чем-либо, что заставило бы нас пересмотреть ситуацию с нашими стратегическими силами или подходы к оценке ситуации. Координатор по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джон Кирби. Все больше мировых лидеров выступает в поддержку действий Украины на территории России. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право на самооборону за пределами страны. Мы оказали Украине значительную поддержку, и, конечно, ожидаем, что использование этих платформ и систем будет происходить в рамках международного права. Я могу заявить, что Украина имеет право защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. И мы призвали Украину, естественно, использовать эти платформы и системы в соответствии с международным правом. Министр обороны Швеции Пол Йонсон. То, что западные политики уже не рассуждают о красных линиях, реагируя на операцию вооруженных сил Украины на российской территории, можно расценивать как победу здравого смысла, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кощунас в интервью литовской вещательной компании ЛРТ во время визита в Украину. По мнению Кощунаса, следующий логичный шаг – дать Украине достаточно дальнобойного оружия и разрешить применять его по целям в глубине территории России. Украинцы хотели показать, что они способны совершать такие действия, что они могут контратаковать и могут маневрировать. Теперь, я думаю, тем, кто говорил, что, мол, победить Россию невозможно, время замолкнуть и делать то, что делаем мы в Литве – продолжать помогать Украине, дать им такое оружие, которым они смогут не только обороняться, но и вернуть свое. По мнению литовского министра, операция в Курской области стала еще и актом унижения для российского президента Путина. В то же время, союзник Путина Лукашенко призывает поскорее сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну в Украине. Слова Лукашенко приводит государственное агентство Белта. Цитата. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», – сказал Лукашенко. «Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они, открыто говорят, высокопоставленные люди, пусть бьют друг друга, украинцы, русские, пусть в этом котле все подохнут». Конец цитаты Лукашенко. Он считает, что продолжение войны хотят, еще одна цитата, высокопоставленные лица американского происхождения. Лукашенко также добавил, что Россия в случае агрессии в отношении Беларуси введет в страну свои войска для оказания военной поддержки. Кто придумал план уничтожения северных потоков? Издание Wall Street Journal выпустило собственное расследование о подрыве газопроводов. В нем идет речь о том, что операцию еще на стадии задумки одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но попытался ее отменить, когда о плане узнала ЦРУ. Подробнее о расследовании расскажет обозреватель «Голоса Америки» Мэтью Купфер. Долгое время организаторы подрыва остались неизвестными. Однако теперь статья Wall Street Journal во многом проливает свет на то, как это произошло. Согласно информации издания, идея диверсии появилась еще в мае 2022 года, когда группа высших военных чиновников и топовых бизнесменов Украины собрались на ужин. Один из участников, как пишет Wall Street Journal в подпитии, предложил подорвать северный поток, поскольку Кремл получал миллиарды долларов прибыли от продажи газа Европе. Вся операция стоила 300 тысяч долларов. Президент Украины Владимир Зеленский сначала идею одобрил. Однако позже Центральное разведывательное управление США узнало о плане и попросило Зеленского его остановить. Тот отдал приказ спустить все на тормозах. Но тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный решил все равно провести операцию. В то же время в переписке с газетой Залужный заявил, что ничего не знает об этой диверсии. Операция, как пишет издание, была профинансирована и частично организована бизнесменами. Группа из шести участников, среди которых были опытные водолазы, под видом группы друзей-туристов взяли на прокат яхту Андромеда в немецком портовом городе Росток. Глубокой ночью водолазы заложили под трубы мощные бомбы с часовым механизмом, содержащие взрывчатое вещество октоген. Немецкие правоохранители расследуют инцидент, но сталкиваются с определенными проблемами. Правительство Польши неохотно сотрудничало с ними, пишет WSJ. В июне Германия выдала секретный ордер на арест живущего в Польше украинца, который предположительно был участником операции. Однако Польша его не задержала. Вероятно, он смог сбежать обратно в Украину, делает вывод газета. Обозреватель «Голоса Америки» Мэтью Клупфер. Добавлю, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к взрывам на газопроводах. По его словам, такую операцию можно было провести лишь при наличии обширных технических и финансовых ресурсов, а обладает ими только Россия. 12 лет колонии за 50 долларов Украине. Суд в России признал гражданку России США Ксению Хавана Карелину виновной по обвинению в госизмене за пожертвование в 51 доллар и 8 центов Украинскому благотворительному фонду. Историю напомнит Дмитрий Шода. Ксения Хавана, она же Карелина, гражданка США и РФ, была задержана в Екатеринбурге в феврале 2024 года после прилета из Лос-Анджелеса. В Екатеринбурге она должна была навестить своих родственников. Правозащитный проект «Первый отдел» сообщал, что поводом для задержания стал ее перевод в основанный в США благотворительный фонд «Разум for Ukraine». Сумма перевода, которую Карелина сделала в день начала полномасштабного вторжения, составила около 52 долларов. Как ранее сообщал РБК со ссылкой на ее адвоката, Карелина признала факт перевода. В четверг, 15 июля, Свердловский суд приговорил ее к 12 годам колонии по делу о госизмене. При этом гособвинение запрашивало 15 лет заключения. Как напоминает BBC, дело Карелиной рассматривал тот же судья, что и дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Дмитрий Шода о приговоре Ксении Карелиной. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. В частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok